Здравствуйте, мои дорогие зрители! Смотрим Supreme Commander. Мегаглобальную стратегию сейчас 5 на 5 на карте. 10 на 10 километров. 100 квадратных километров площади, соответственно, и так получилось, что справа внизу французская команда. И с ними затесался один американец. 400 рейтинга. Самый низкий рейтинг в игре именно у американца. И посмотрите, билд у него уже видно хуже. Он строит сразу после завода 2 маслоэкстрактора, да, но потом 4 генератора. А здесь гидроэлектростанция уже есть. Нельзя строить 4 генератора электричества, когда рядом гидроэлектростанция. Ошибка билда. Во французской команде, видите, они в клане CPC. Все французы справа внизу. Слева, однако, британцы. Среди них есть один американец, тоже синий. 1100 рейтинга. По билду все правильно. Уже выходит в гидроэлектростанцию, в отличие от своего каунтерпарта, оппонента розового американца в другой команде. Остальные все британцы, кроме еще австрияка. Австрияк зеленый. Вот он. И три британца, соответственно. Вот это три. Великобритания. И вот австрияк. Команда слева. Европа плюс Америка против французов. Французы, возможно, сразу же сдадутся, но это не точно, поглядив. Здесь билд тоже правильный. И посмотрите, обратите внимание, воздушный игрок. 1400 рейтинга. Самый сильный рейтинг в верхней команде. Но внизу воздушник. 1600-ник. Да, очень сильно. Йоджих. Йоджих у него никнейм. Ставит себе еще электростанции. Правда, мне не нравится то, что он их ставит в ряд. Ведь бомбардировщик может как раз-таки этот ряд сбить одним залпом. Если ставить их в шахмана порядке. Один здесь, другой здесь, потом третий здесь. И еще и с отступами небольшими. Они сплэшем друг друга не будут дамажить. Все равно места у него мало. Как мы видим, он на холме. Может быть, он ставит их вплотную, потому что места мало. Да, но этого места хватит до перехода в Т2 электричество. А когда ты переходишь в Т2 электричество, ты один генератор. И все равно потом забираешь как бы обратно. И их там не будет стоять. Они освободят место. Что мне нравится? Нижняя команда. Французы сразу же пошли вперед. Он как спешит. Та оттуда пахнет багетами. Оп. Да. Очень много реклейма. Он спешит это забрать. Оранжевый. Молодец. 1200. Низар 89-го года выпуска. Здесь, однако, инженер приходит как будто даже немного быстрее. Ладно, не быстрее. И при этом Розовый послал инженера. Да. Сам своим командиром остался здесь, чтобы строить, помогать билд-пауэру. Потому что командир для начала игры очень сильно строит. У него 10 билд-пауэров, у инженера 5. То есть один командир это как два инженера. Соответственно, сбор массы тоже в два раза быстрее делает. Но Низар не хочет. Он думает забрать полностью этот остров себе. Делает заводы. Соответственно, чтобы не перебрасывать сюда технику, а сразу ее возводить здесь же. Хотя он Серафим. У Серафима артиллерия может ходить по воде. Здесь же все-таки водные препятствия. Но он предпочитает сразу ставить завод. Возможно, для инженеров. Да, инженеров строят, чтобы побыстрее зареклеймить. Хотя не знаю, ему бы. Он что, не видит? Он не знает, что оппоненты здесь. Они думают, что они вдвоем, два француза, возможно, по голосовой связи общаются в клановом. Что они, дескать, ну, не хотелось бы говорить самые умные. Но вот типа пойдем за Рашем остров. Хорошо, пока они Рашят остров. Розовый забрал уже, посмотрим, сколько он забрал. 1400 массы он впитал в себя. Оранжевый сколько? 700. Вот он сейчас только. Бирюзовый 350. Уже у оранжевого, у розового сколько впитано? Полторы тысячи массы банана смуфи. Британец. Уже полторы тысячи массы впитал, пока эти ребята тут ходили. Да, остров останется за ними. У них два командира здесь. У них уже завод. Радар. Сейчас они только начнут видеть, что тут происходит. Масс-экстрактор. Да, хорошо, но реклейм первый. Первый реклейм, который дает бонусы. А остался такие за нижними. Здесь два командира встретились в чистом поле. Мне нравится. Здесь, как в старых играх, гигантское такое чистое поле, когда не было еще, знаете, мега-травы в 3D-экшенах, в играх с видом из глаз. Не было какой-то травы, деревья в куче стенок. Просто гигантское плоское поле. Ну да, там горки есть. И вот так ты ходил, бегал за то, сколько воздуха. Какое пространство тогда было. Ну, в общем, отходит молодой человек чутка позади. Масс-экстрактор, скорее всего, купился. Хотя, может, и нет. 16 секунд ему надо на, так сказать, окупляное. Молодец, кстати, Ёжик. Как его? Ёжик. А, ну, Ёжик, да, понятно. Ёжик. Серый воздушный игрок. Самый высокий рейтинг здесь сегодня. Что отправил двух инженеров. И сюда. И на реклейм. Правда, не реклеймит. Подзабыл немножечко. Что здесь, кстати, по итогу-то случилось. Синий, однако, тоже завод построил. Но шансов у него маловато на этом островке. Сделать себе базу. А ведь здесь, понимаете, здесь могут верфи встать. И эти верфи можно будет не уничтожить, если они встанут, например, здесь. А здесь поставить пушки стационарные, да. То есть форсировать этот остров с точки зрения моря верфей уже будет гораздо сложнее. А и он решает оставить-таки этот завод. Не отменяет инженера. Не хватает ему money management, так сказать. Ну, APM от действий в секунду он отменяет этот остров. Этого инженера не отменил. Жаль. Мог бы сохранить немножко ресурсов в себе. Но ему, видимо, все равно синий. Но американец за 1100 из клана Т-3. А, Т-3, кстати, клан у них. Смотрите, и американец, и австрияк в клане Т-3. Остальные британцы не в одном клане. Но из одной страны. Здесь атака идет. Бордовый, конечно, далеко вперед ушел. Да. Но прогнал красного. Он забрал его маслоэкстрактора здесь на центре. Имеет смысл, конечно, то, что он вперед немножко подошел. Помогает строить Т-2. Да, у Дерпа. Голубого британца. Будут неплохие Т-2 пушки. Как только он отапгрейдится, полосочка дойдет. Правда, долговато. Ресурсов на все не хватает все-таки. Два командира здесь чувствуют себя довольно вольготно. Уже две артиллерии построили. Вот артиллерия ходит. Зачем, правда, зря она здесь ездит? Валит деревья. Валит лес. А этот лес, соответственно, потерянные ресурсы, потому что деревья пропадут вниз. Их будет уже не собрать. Они упадут сквозь землю. Тут какие-то катаклизмы. А вот, видите. А, нет. Э. А так не видно крон. Так, листва пропадают. А так зелень есть. Ну, видите. С одной стороны границы, да. Зелень есть. С другой стороны зелени уже нет. Далее. Падер постреляет. Неплохо. Неплохо. Он же апгрейдит Т2. Смотрите, помните? Только что мы смотрели. Очень долго строится Т2. Ресурсов нет. Если он его отменит, чтобы начать двигаться. Если отменит, он потеряет и время, и ресурсы вложенные 90%. Ему нужно ждать. Ему нужно ждать, пока этот апгрейд одиннадцатый год сможет отступить. И его все это время безнаказанно обстреливают мантисы. Он, конечно, тоже может отбиваться. Отстреливается. Обрат, так Т2 отапгрейдит. Но половину здоровья он потерял. Реген, правда, плюс 20 у него стал вместе с Т2. Ну, вообще, Псайкоэд может его попробовать и добить. И все-таки спостреливает по нему. Горит немного левое плечо. Видимо, сидячая работа. Ну, левое, вот как это там называют, что в шее-то. Ну, типа, не поясница, а поясница в шее. Так, здесь уже два фрегата прибыли. Четыре фрегата. Ой, подлодка. Еще подлодка. Объединенные силы верхних британцев. Французов-то по морю побеждают. Все-таки британцы, получается, здесь более мощная. Навальная держава. Но подождите, подождите. Здесь-то ДРП у него сколько? Пять тысяч здоровья осталось. Он пушку строит Т1, Т1 пушка построена довольно быстро. Все-таки у него Т2 уже проапгранировал. Быстро строит у Псайка, да, однако. Скорострельность у него есть у Красного. И он эту пушку уничтожает более-менее быстро. Но у той уже было четыре кинза. Оверчарж по пушке сразу. У нее урончик. Она выстрелов наносит немного. По своим даже танкам. Как будто там было по Бордову. Немного попал. Да, здесь все-таки есть баллистика. По своим. Мантиса все еще много. Четыре штуки. Сейчас здесь идет все на крополях. Масштабы все-таки не лейтгеймовские. Даже три Мантиса влияют на таком эрли-эрли гейме. Карта классная. Это такое, ну типа кишкообразное что-то. Сетон только с одним бассейном. Дуал Гэп только с более влиятельным морем. Ну и, конечно, на 10 на 10 поменьше. А так по земле все вот в этой кишке. Да, 300 спартанцев могут расположиться здесь. Здесь, ой, мало, маловато здоровья у Дерпа. Было 5000, сейчас уже 3. Но ни одного ветеранства он еще не получал. Ему недолго осталось. Видите, слева внизу ветеранцы 718 из 1000. Это сколько он убил массы. Сколько надамажил, можно даже, так сказать, массы. Потому что можно и без скилла даже эту массу наращивать. Просто надамаживая. Даже если килл заберет другой юнит. Ну, кто-то убьет. То все равно, сколько надамажил, ты получаешь в ветеранстве. Ему этого экспириенса осталось немного набрать. Ой, немного. Т2 пушка как только будет достроена. А, уже одна достроена. Вынужден красный сейчас будет отступить. Да. Очень хорошо стоять. Пу! Хопа! А, но танков Т1 еще больше. Мантисы кончились. Розовый, да. Но танки красных, смотрите. Как же много красных танков. Истребитель еще поверх. Сря это не бомбардировщик. Он ничего не сделает. Так просто возьмет немного огня на себя. Антиэйра, который, в общем-то, и так будет не занять. Так вот, смотрите, он под Т2 пушки идет. Под Т2 пушки. Здоровья у Дерпа. Убавляется, блин. 3000 так и есть. Уже меньше 3000. Вторую пушку Т3 он не смог поставить. Вот эта была уничтожена заранее. Красные на такую нормальную. Две Т2 пушки уже стоят. Две! У Дерпа очень мало здоровья. Очень рискованно. Ой, 6 выстрелов в него всего остаются. Причем красный, наверное, тоже умрет. Так, взрыв. Все. Минус 1 у британцев. Забирает его французы. Но Псайка, эй, сейчас остается. Блин, а! Под ударом двух Т2 пушек. Двух! И у него самого здоровья меньше 2000. Да вот, походу, сейчас помирает. А хотя ветеранство чуть-чуть осталось. Смотрите. Все! Есть ветеранство. Буст моментальный. 3000 здоровья добавлено. 3000. Так, Бордовый пишет. Замечательно сыграл голубой. Ну, весь вот Дерп от голубой. Джи-жи пишет Дерп, когда помер. Замечательно сыграл. Молодец! Ну, Псайкает пошел на риск. Надавил на него. Пошел на Т2 пушки. И, в принципе-то, выиграл. Выиграл. Но мог и проиграть. По морю, однако. Розовый подходит к берегам. Здесь, видите, на этой карте море. Если захватить море, оно очень сильно будет влиять. Все базы обстреливаются. Масс-экстракторы все обстреливаются. Даже дальние, даже дальние эсминцами будут обстреливаться. То есть, от моря здесь зависят гигантские количества. На Ситоне, например, можно обстрелять берег. Потом на нем придется высаживаться, чтобы дальше идти. Здесь высаживаться не надо. Море гораздо сильнее. А на Дуал Гэпе, например, таки, вообще тоже есть более глубинные базы. То есть, там одна база вот так на берегу. Остальные базы уже в глубине. Не как вот эта Березова, а как вот уже дальняя. Оттуда корабли не дострелят все равно. Но, тем более, там корабли, когда заходят на Дуал Гэпе, то от них отбивается сразу четверо. Здесь же отбиваются двое. Может быть, тяжелее пробить двоих. Ну, ладно. Будем смотреть. Пока что, по идее, по морю верхние побеждают британцы. Ну, понятно, островная нация все-таки должны понимать. Это в крови, это в генах. Здесь, однако, по лэнду французы тоже как-то странно атакуют. Вот, что там у американцев. 400 ритика. Самый игрок, который вот буквально, буквально первый раз, наверное, зашел в игру. Это его вторая игра. Он строит цербера. В принципе, понятно, да. Он атакует эшелонированными церберами. Видно, что человек на самом деле игру, ну, в первый раз смотрит. Да, зачем здесь строить цербер? Еще и два. Еще и два цербера. Фу, они и так-то еле-еле. У тебя здесь есть, ходит красный. Вот он, делает себе реген. Помоги лучше ему. Цербер против спама ничего не сделает. Два цербера он построил. Они отлетят сразу же от первой же атаки. Да, они реально отлетят одни. Но они помогут чуть-чуть там гоплитам вот этим. Гоплиты стреляют, может, даже немного дальше. Я не знаю. Однако, смотрите, что по морю. По морю оранжево пытается отогнать от своих берегов противника. Торпедника. Высылают торпедный аппарат и бирюзовый на атаку кораблей. И корабли атакуются, да. Но у синего есть истребители, однако. И у серого есть уже Т2 истребители у Ёжика. Нижний Ёжик. Молодец. Вовремя сделал Т2 воздух. Как правило, в Иовске Т2 воздух особо никто не идет. Потому что они не могут бомбардировать вниз. Но как истребители они очень хороши. Но, как правило, фастуют. Фастуют сразу в Т3 стадию. Он, однако, сделал Т2 и не прогадал. Ох ты! Забегание извите. Другие друзья, сразу не заметил. Забегание еще и сверху от красного. Француз Псайкоэд. Вот реально психопат, а. Так, Т1 бомбер им бордово отбивается. Неплохо. Мне нравится. Очень хорошо. Да. И командир. Блин, правда, еще и пушка здесь. Вот это, кстати, неплохо. Заставлен был розовый. Ну ладно, его никто не заставлял. Но он был забайчен на трату ресурсов на эту Т2 пушку. Которая больше не пригодится. Ресурсов она стоит гораздо больше, чем 108 массы. Она убила 108 массы. А стоит, блин, 540 плюс 3600 энергии. Да. Боя здесь стоять теперь мертвым грузом. Вы так и скажете. А если атака пойдет? Ну так хорошо. Атаку пушку ставь хотя бы здесь, тут поближе. Она не в том месте стоит уже. Но похуже все-таки. Эсминца от Розо. Который там вот эту пушку, которую я сейчас ругал. Бананчик, да? Банана смуты. Это значит смузи, да? Смузи банановый. Соответственно, эсминцем обстреливает этот островок, который ребята снизу заняли. Я их хвалил за это. Все-таки фаст раш. Т2 инженеры простаивают. Оранжевый не успевает. 1200. Ни ЗАР-89 не успевает более-менее использовать этот островок. Ну, конечно, масса экстрактора купили, сдавали массу. Да, это правда. Но Т2 инженеры зачем здесь? Две штуки. Для чего? Пока непонятно. Также, блин, банановый смузи. А продолжает обстрел. Здесь давайте посмотрим рейдж. Все-таки очень интересно. Ох ты. Рейдж неплохой. Прямо по командиру. Он еще подплыть может еще чуть поближе. И вот этот блокпост забрать. Эсминцы могут забрать этот блокпост и этот блокпост. Они в опасности от психопата. А, нет, не психопат. Это американец. Абис Кинг оф Грис. Не-а-а. Честно, построил церберов. Привез сюда гоплитов. Генератор даже здесь поставил. Зачем? Для чего? На передовой? На передовой, да? Не за горой вот здесь? Куда эсминцы не попадут? Нет. Он говорит, а я здесь. Все как по учебнику. Здесь два. Да. Сейчас он их потеряет. И что? Вон они церберы. Те самые два цербера. Мощно атакуют. Еле-еле уничтожают. И один танк. Подходит еще больше. Ну, вы знаете, если розовый банан на смузи будет ему просто отдавать эти танки, то, конечно, да, церберы пригодятся. Конечно. Так, подлодка снесла. А, розового снесли. Один фрегат. Т-1 фрегат, это дешево. А вот Т-2 эсминец здесь. О, нельзя было терять. 15 киллсов, правда, у этого эсминца. Окупилось уже многократно. Хотя как? 1600 массы он убил. Подождите. Но там еще. Он стоит-то 2250. Подороже стоит массы. Да, но зато вот это все не будет добывать. Это тоже, это потеряно все. Потеряное время, потеряно усилие. Так, атака все-таки от американца. Психопат идет пониже. С регеном 88. Очень хорошо. Хороший реген. Да, здесь что? Пушки. Три пушки. Еще и артиллерия. Дорого. Неправильно. Четыре там Т-2 пушки. Неправильно он построил Т-2 артиллерии. Она очень дорогая. Очень дорогая. И сейчас в обороне никак не участвует. Ей надо стрелять вдаль. Надо стрелять не особо точно. Она берет сплэшем. Она берет разносом блокпостов. А сейчас атакует-то не блокпост. Гоплиты. Гоплиты стреляют. Где зап? Запы есть, есть. Ракеты по пушке попадают. Выносят. У Аму здоровья. Половины уже нет. Очень хорошо. Псайкает идет за ним. Он думает на шару. Под шумок. Взять может быть еще одного командира? Не знаю, не знаю. Просто ты одного забрал. Да, голубого. Молодец. Но второй раз, я думаю, не купятся. У Аму уже 3 600. Здоровье 3 500. Кончается стрелительно. У Красного, однако, тоже что-то здоровья маловато. Он вступил прямо на банана-смузи его и войска. Подходит также Шаохи. Блин. У психопата-то. Не смотрел я Реген. Тоже здоровье тратится стремительно. Но Регена много еще. Есть Реген. 200 здоровья. 50. Нет. Не живет. Не, не живет уже. Зря. Пошел вперед. Слишком глубоко. Слишком далеко. Розовые войска подходят поздновато. Эти гоплиты. Пушки не уничтожены. Т2 пушки. Но все-таки их там было 4 штуки. Три остались. Остались 3. Найс, говорит вам. Лол, сообщает Камрад. Синий сверху. Американец. Блин, эсминец Бирюзовый помирает. Все-таки потери слишком большие. Сейчас еще один эсминец. Фрегатов много. Со стороны верхних. Оранжевый в другой стороне. Они уничтожают эсминца. Да, неплохая цель. Хороший размен. Сколько там? Два фрегата. На Т2 эсминец. Конечно, эсминец дороже, эффективнее. Конечно. Но что делать с этим синим? По центру пока не то, что затише. Здесь эсминцы. Верхние и так побеждают. А если бы эти 4 эсминца подошли, было бы просто аннигиляция флота. Может быть, стоит рассмотреть ему этих эсминцев. Послать таки вниз. Но здесь блокпост тоже ему, конечно, хочется. Уничтожить. Он помогает. А там уже все. Там уже психопат помер там сверху. Не знаю. Фрегаты продолжают уничтожать. Здесь Сонар уничтожается. Ну, Сонар пока не особо нужен. Еще и Т3. 2000 здоровья у него. Многовато. Лучше стрелять по другим целям. О! Эсминец. Тем временем, блин, запаздывают. Запаздывают вот эти розовые эсминцы. Запаздывают на берегах. Здесь появляется серафимский эсминец с лазерами стреляющий. И против него уже артиллерийские эсминцы кибранцев уже не так эффективно. Он может попробовать даже немного маневрировать против таких вот розовых банано-смузиевых эсминцев. Ну, потому что выстрелы-то вот этих эсминцев, они летят, видите, постепенно. Вот он стреляет, и они летят. От них можно просто банально уплыть в сторону. А от лазеров серафимских эсминцев в сторону уже не уплыть. Это рельсотроны какие-то. Вон они. 2, аж 2. Сейчас смотрят по бокам, по сторонам. Ну, хорошо. Ладно. По морю пока что нижние отбились. Более-менее. Посчитаем истребить. О! Мерси накапливает даже, чтобы уничтожить американца. Боеголовки. Ну, это камикадзиевые ракеты. Ну, в принципе, все ракеты камикадзиевые, да? Честно говоря, в общем-то, ни одна пока еще не выжила после детонации. Так. Пока защищается розовый. Но что с эсминцами? Эсминцы. Две штуки. Две пока обстреливают. Есть и три будут. Кстати, они могут же на поверхность выйти. Они могут даже сюда выйти. Это же Кибранский. У них ноги есть. Я не вру. У них реально есть ноги. Они могут выйти на поверхность. Только Кибранский. Поэтому этому блокпосту уже все. Говорите спокойной ночи. Он все. И почему Абис, Кинго, Гис этого не понимают? Я не знаю. Вот он по настрою. Он пытается его все-таки сохранить. Он делает ставку на сохранение блокпоста. Остроит щит. Зачем? Все по учебнику делает. Нужно вовремя, мне кажется, пытаться отпускать это. Отпустить эту ситуацию. Ракета мимо. Ну, здесь, видимо, что-то стояло и отъехало. Есть уже три. Три эсминца серафимских. О, да. Ничего не может подплыть здесь абсолютно. Синий отступает. Понимает. Ладно, понятно. Упс. Я как бы... Упс. Понятно. Да. Там, конечно, три эсминца серафимских. Уже все. Тем более, здесь подлодки уничтожают масс-экстракторы розового. Если, правда, не отплывут. Не вовремя. 50 здоровья оставили. Все-таки отплыли. Нет, еще пара торпед есть. Хорошо. Хватило рейнджа. Вот это, правда, не забирает. Странно. Мне не нравится. Низар, ты что? Видит? Он видит, что здесь есть вражеские структуры. А, ну, справа атака. Конечно, поспешил. Поспешил таки домой, потому что у Бирюзового пока что мало войск, еще здесь всякое два всего эсминца. Ставку делал. Ставку делал на спасение. И розового американца все-таки спасло то, что розовый отступил. Он пошел в атаку зря, мне кажется, поздновато. Если уж ты атакуешь блокпост, так атакую. Все. Выска твоего союзника синего здесь уже полегли. Вот они на дне. Их уже собирают. Инженеры оранжевого. Молодец, кстати, что вовремя реклеймит. Не надо сейчас уже туда рыпаться. А он рыпнулся. Но сейчас продолжает. Такие здесь, правда, на один щит больше. Розовый успел построить. Но щит будет сбит, если что. Вот, смотрите, здоровье тратится у вот этого. Потому что он слегка пошире, чем этот маленький. А может, маленький уже пробит? Нет. Маленький пробивает очень быстро. Да, да. Вот, вот и все. Уничтожено. А ресурсы потраченные, в том числе вложенные в апгрейд. Он ведь апгрейдился. Он стоял и улучшался. Эти ресурсы уже не вернет никто. Тяжело этому блокпосту будет. Парень остается здесь походу до последнего. О, атака еще идет с титанами. Да, да, да. Сейчас щиты будут пробиты крайне быстро. А чем отбиваться? Здесь отбиваться нечем. Хотя шаохи серые. А, серый под шумок подошел. Ёжик. Ёжик-то спустился вниз со снайперами. Ох ты, у него еще и снайперы Т3. Но здесь, правда, тапки Т3. Тапки. Тапок подошел еще. Ёжик что-то замышляет. Ага. Ядерка у него раскладывается. Посмотрите. Ставься, кстати, сразу на нее отметка. Есть разведка походу у левых. Да, зеленый разведчик Т3 Витя пролетает все-таки. Шпионский самолет. Вот раскладывается ионская ядерная шахта. Там внутри. Но я думаю, раскрываются дверки. Они должны раскрываться. Не сквозь текстуры. Ракета пролетает. Так, ну что у зеленого? У зеленого ничего. Он только Антонюку только сейчас строит. Он может быть уничтожен. Тотально. Задоминирован ядерным вооружением сейчас от Ёжика. Здесь что? Полетели истребители. Непонятно зачем. Снайперы работают. Четыре киллса. Один киллс. Ноль киллсов. Ну он просто ладно смотрит. Он споттер. Воу-воу-воу. Конечно, шавохи будут. Будут погибнуты. Будут взрывные патины. На землю. Идет он. Что-то там обстреливает. Какую-то банку. Ну уничтожается. Блин, Т2 танка. Это что, цербер что ли молотит? 22 киллса у этого цербера. Недооценил я. На полторы тысячи массы он уничтожил. Да, но для цербера это неплохо. Сам 480 стоит. Пока что этот блокпост, вы знаете, дорогие друзья, этот блокпост, хотел сказать, окупился. Не, потерял щиты. Но если потеряет еще эти два генератора, ни о какой окупаемости, конечно же, не идет речи. Можно было его сдавать сразу. С другой стороны, если он его сдаст, под ударом будет уже что? Вот этот проход. Да нет, они здесь закрепятся. Масс-экстракторы. Возможно, да. Масс-экстракторов здесь много. Минимум 2 штуки не заняты. Непонятно, почему эсминцы все так же здесь стоят и не выходят, не помогают уничтожить этот блокпост. Они будут уничтожены даже силой ежика серого, силой снайпера. Я не знаю. Зеленый. Ну, видит. Видит, да. Видит, конечно, что нюка здесь есть. Мы отметку видели сразу же по построению этой ядерной ракеты. На 40% уже готова сама боеголовка. Здесь... Ох ты! Смотрите, как быстро, кстати. Да! Ведь когда шахта была построена, вот эта антинюка еще не была построена, сейчас в ней уже заряд строим, строит практически с тем же темпами, что здесь чуть-чуть быстрее. Возможно, антинюка у зеленого все-таки будет подготовлена к запуску. Окей. По воде почему-то нижняя как-то вот начинает отбиваться, возможно, за счет серафимских, конечно, технологий, вот эти эсминцы, а также за счет того, что нижние отбивались-то вдвоем от синего, да? А тот-то парень не пришел розовый, он обстреливал блокпост и сейчас не может закончить обстрел розовый банана-смузи. 1100 рейтинга. Не может закончить обстрел этого блокпоста. Ну, выйди ты, выйди сюда. Можно же выйти. Или что здесь настолько прям... Вот он, вот, смотрите, встал. Он же может выйти, выпускай ноги и иди. Ну, пока вода позволяет, он так тусуется, видимо, как-то автоматически. Он реально может находиться здесь. Не совсем понятно. Блокпост может быть снесен. Щитов здесь уже нет. Я имею в виду блокпостовых. Генератор он потерял. Остается щит какой-то мобильный. Вот он, серафимский. Вот один, вот второй ходит. По 10 тысяч, кстати, щиты. А у них еще не лучше защиты, чем у этих дохильных кибранских. Ну, и они мобильные при этом. Ну, видимо, подороже. Кстати, блин, здесь-то было захвачено. Я пропустил. Здесь был, видимо, десант. Захвачен был угол. Зеленый. Зеленый австрияк у француза все забрал. Что там? Ядерный заряд готов уже на 80%. Здесь у ребят что? Почти готова антинюка. Окей. Но, видите, он построил ее для себя. Она защищает его. Это все не защищено. Вот это не защищено. Можно бордового просто полностью базу забрать. Закинуть вот где-то здесь ядерный заряд. Вся база уничтожена. То есть Т3 генератор электричества, электроэнергии. Все так вот так. Подождите. Пошел на конец. Здесь контратака от оранжевого. Он решает сам напасть по морю. Однако розовый пользуется этим положением. Во фланг заходит в тылы. И оранжевого там нет. А бирюзовый, видимо, с моря решит полностью уйти. И он вступает. Ему либо сюда нужно вклиниваться на контратаку на синего. Либо идти им обоим идти на защиту. Но они опять действуют разрозненно. Эти два француза. Бирюзовый, оранжевый. Мне кажется, они пытаются воевать на два фронта. Как мне кажется, лучше закончить с одним. А потом приступать ко второму. Тем временем сидит. И, видите, сменил тактики. Он стал строить вместо кораблей Т2 танки. И они амфибиозные. Они могут воевать по воде, соответственно. Первая ядерка уже запущена прямо сейчас. Вот она полетела в камеру. Раздробила нам экран заставочку. Для синхронизации, чтобы я мог потом синхронизировать звук с появлением заставочки. Я так синхронизирую свой голос с звуками из игры потом при монтаже. Так, ну все, первая ядерка полетела. Ребята слева, наверное, уже испугались. Да, синий, по крайней мере, отступает с базы. Понимает, что все, помирать там ветерным пепличком как-то не хочется. Где же сам заряд? Да, вот он. Урона не было нанесено по командиру. Он сразу разворачивается, идет домой. Что с базой? Массэкстракторы уничтожены. Ну, о, Т2-1 даже остался. То есть он сколько там забрал? Две штуки, наверное, всего? Не очень. Не очень. Интересный выбор для ядерного заряда, говорит Камрад. Страйки. А, три массэкстрактора забрано. Вот сюда он кидал, чтобы три забрать. Окей. Неплохо. Но мне казалось... А, четыре забрал. Все, извините, четыре он забрал массэкстрактора. Неплохо, да. Согласен. Тем временем по морю здесь ребята отбиваются. Блин, уже Т3 линкора подходит от бананового смузи. Чем отбиваться ребята снизу будут? Вот этим крейсером, может быть? Ну, может быть, да. Ракета с него кидается далеко. Вот. А, есть ПРО у эсминцев здесь. Кибранских. Отбивают они все ракеты. Поражают какими-то точечными лазерными штучками. Так, пэк-пэк. Угу. А и у этого, смотрите, у линкора тоже есть. Так вот. Хорошо, вопрос сохраняется. Чем он от линкоров-то будет защищаться? Так, здесь пошла уже атака. Есть титаны. Но, ребята, справа. Американец. Американец молодец. Построил все-таки. Вышел в лейлистов Т3 ботиков, в которой стреляют с двух рук. Двумя разными пушками. Лейлисты такие, типа, под рыцарей сделаны. Блин. Ну, ясно. Это был глюканат натрия. Вот у него здесь как будто, типа, рапиры или копья, да, встроено. В правую руку привязано. А в левую какой-то трехствойный тоже лазерчик. Ну, слегка послабее такой. Здесь лошаохи, правда, блин, лошаохи. Т3-танки серафимские стреляющие какими-то разрывами времени вообще и пространства. Помощнее, а не помощнее. Но справа мобильные щиты серафимские. По 10 тысяч здоровья. Олег, Серафим такого нет. Но Персиуай тоже мощно. Ну, смотрите, правая контратака есть. Успешная. Они защитились. Ну, то есть была защита успешная. Но что насчет контратаки? А я думаю, американец говорит, да. Контратаке. Я говорю, да. Я соглашаюсь с ней. Эсминцы все так же не могут выйти. Я уже делаю вывод, что значит, видите, да, отдам приказ выходить на берег. Значит, здесь что-то с картой. Что-то с водой. Потому что давно бы он уже вышел на берег эсминцами. Что-то с водой. Что-то с ландшафтом. Слишком крутой берег. Возможно, ему лапками не выйти. Ну, как элемент баланса можно понять. Карта дела. Так сказать, автора карты. Зачем он так сделал? Но все-таки прикольно было бы. Потому что такая функция, как выход на берег, именно исключительно у сайбран эсминцев. Но эту функцию просто так отключать на этапе карты. Жалко тоже получается. Ну что, контратака от розового идет неплохая. Там, получается, слева что? Да ничего. Четыре утаушалы. Они хороший дамаг нанесут. Да, если бы здесь был один Т1 спам. Но здесь еще и кирпичи, и Т3 танки уничтожены. Будет моментально. И артиллерия, понимаете? Пока кирпичи и Т3 танки танкуют урон от этих утаушал. Сзади артиллерия сплэша бьет. По ним моментально они помрут. Не-не-не. Не удержится, ребята, здесь. Далее. Еще одна ядерка скоро будет построена. Хорошее преимущество вообще у правых нижних есть. А-а-а. Преимущество есть у верхних. Блин, аж хлопнул в ладоши. Паук выходит. Он контратаку эту поставит на колени. И розовый упорничает. Упорствует в свои контратаки. СМД пишет. Так, антинюка. Да, антинюка есть. Хорошо. Но против паукача. Вот они, вот они утаушал. Начинают работать по спаму, по кирпичу. Кирпича здоровье тратит. Смотрите, но оно желтое. Его все еще 60%. Оп. О, 30%. И что? Кирпич-то не умер. А это 4 утаушал. Представляете, 4 штуки. Против Т1 спама. Хорошо они действуют. О, сейчас будет действовать все, что угодно. Ребят, все, что угодно. Паук выходит. И уничтожает все эти силы. Ему, правда, поближе немного подойти. Но он хочет остаться под щитом, видимо, этот паук, чтобы здоровье не потратить. Все будет уничтожено. Мне кажется, ему бы подойти поближе. Хотя рейнджа хватает. Да, зачем подходить поближе, если хватает рейнджа. Глючит. Он не туда стрелял. Глючит, по земле стрелял. Вот разглючился. Да сколько же ДПСа было потеряно от паука. Но он подходит ближе. И, конечно же, все это будет выжжено. Опять он глючит. Илшавох выходит на веру смерти. Падает лицо в салат, как алкаш за булдыга. И выпивоха с соседнего подъезда Илья Павлович. Так. Действует паук. Так, он отдал паука зеленому, чтобы тот мог, соответственно, ну, более-менее эффективно отбиваться. Куда же ядерка? По пауку может быть. Но ядерку туда, наверное, где Розович сейчас воюет, уже не следует. Ага. По флоту. Не знаю, не знаю. Мне кажется, оранжевый защищается по морю все-таки. Защита происходит успешная. Здесь эсминцы четыре штуки, да? Целая ядерка на четыре эсминца. И то они отплывают. Ядерка будет в пустоту. Так, вот этот эсминец... Нет, сдохен. Один только эсминец остался. А четыре там, или даже пятеро в зоне поражения были уничтожены. Ну, хорошо. Уничтожил бы он эту базу. Розовые снайперы, однако, закончили бы здесь дальше. Ой-ой-ой, дорогие друзья! Зря я отвлекся на ядерку. Смотрите, снайперы, как она дамаживает паука. Все, десять тысяч здоровья. Все, пять тысяч здоровья. Еще один залп снайпер. Он получает... Он получает... Он дошел до снайперов. До снайперов паук добрался таки. Может выживет. Тысяча здоровья остается. Нет. Не выживает и последний кирпич. До сих пор живой, кстати. Помирает таки. Паука уничтожили. Ну, ладно. Просто не сказать, что это большое преимущество для правых. Они оставили паука левого. Смотрите, сколько реклейма. Шестьдесят две тысячи лежит. Шестьдесят две тысячи реклейма лежит. Вот, например, сколько осталось вот здесь реклейма? Жмем. Пятнадцать тысяч реклейма. В кирпичах по тысяче. Ой, правый занес много. Американец занес много массы левым. Да, те левые потеряли паука. Но массу от паука они заберут себе. Плюс массу от кирпичей. Все заберут себе. То есть польза именно после размена будет для левых. О, линкор стреляет. Ему на землю выходить не надо. Не надо. Он и так достреливает. Вот он сейчас подпоедет досюда. У него рейдж будет досюда. Да. До вот этого завода. Этот блокпост. Все в зоне поражения. ПРО, например, чтобы тактически высылать. Чуть пониже. Сгружается. Ну, он думает по спаму бить. Да, неплохие цели. Че? Они стоят на месте. В общем-то, по ним стреляет. Линкор попадает. Не попадает. Не стреляет. Я не знаю, что он делает. Хотя 38 киллсов. В принципе, что-то делает. Куда? А, ну, по холму. Да, вот смотрите. Он наказывает холм. На ней остаются синяки. Как у жены в 50-х годах в Америке. Да, вот он наказывает, что детская трубка вовремя не нагладила рубашку. Блин, аж голос дрогнул, ребята. Какое время было атмосферное. Ну, судя по фильмам, конечно же. И по сериалу Мэдмен. Но там, правда, конец 60-х. Ну, что-то схожее есть. Мэдмен, это который рекламщики у нас, по-моему, да? Да, на русском переводится как. Или, типа, люди с Мэдисона Веню. Как-то так. Мэдисона Веню, это где много рекламных офисов было. В Нью-Йорке вроде. Так, ну что, обстреливает. Помните, я говорил, было 38 киллсов. Уже 40. И вот, да, неплохая атака по щитам бьет. Может быть, точно не попадает. Но щит большой попадает по щиту. И из 10 тысяч здоровья щита остается. А ничего не остается. Все. И паук подходит. Да, это эти войска ежика. Ежик, конечно, крутой. Я согласен. Он молодец. Он из нижних французов самый хорош по скиллу. И вообще у него ядер. Но он, правда, с двух бас играет, но все равно. Но армию он эту может потерять. Но он не отступает. Он решает посражаться с пауком. И паук отступает. Такие. Неужели этого состава армии достаточно, чтобы уничтожить паука? А, блин, воздушная битва. А, воздушный лимит у верхних 104. У нижних 219. Серый аннигилирует эту массу истребителей. А, падают вниз истребители. И причем такие зеленые? Ну, они одинакового дизайна. Что тот и он, что этот и он. Но, конечно, сейчас остаются у ежика 119 воздушного лимита. У зеленого 46. О, какая разница, а? Гигантская. Смотрите, 31. 31 истребители. Но они, правда, в нужном месте находятся. Торпедники делают залп. Да, 31 истребители. Но где ежик? Он не защищает торпедоносцев. Торпедники сделали залп, но линкор не уничтожен. Зря ежик, наверное, отступил. Мне кажется, мог бы здесь взять врасплох этих истребителей-то зеленых. Но он решил отступить. У него, правда, 85 истребителей. А там было 31. И они были отвлечены на торпедников. Как раз мог бы забрать. Однако, тем временем, у ежика строится царь. ML, говорит бордовый. Да. То есть они атакуют еще и по земле и тотой. Манкилордом. ML, манкилорд. То есть паук. Пауком. На одного паука. И кучку недобитых лшавохов. Отступайте, говорит синий. Фоллбэк. Лололол, говорит розовый американец. Лел, говорит синий. Синий американец. Но уже только своим. Не дает он, не дает оппонентам увидеть то, что они уже нервничают и лоллируют там вовсю. Но, правда, по морю пробитие есть, да? Мы должны признать, что по земле, возможно, сейчас верхний будет смятенный 37 минут. Может быть, сейчас все и закончится. Непоправимый урон, может, и будет нанесен. Но по флоту очень хорошо действует, ребята, сверху. Все-таки розовый и синий смогли скоординироваться. И координированная атака. Сейчас, смотрите, скоро верфей не будет вообще. Т3, правда, торпедники. Сейчас, сейчас наверх будем смотреть. Т3 торпедники наносят галактический просто урон по этому линкору. 38 тысяч здоровья было. О, все торпеды долетели. 20 тысяч стало здоровья, да? Они просто не сразу долетают. Так, ну что? Зеленый паук уничтожен. Объединенный коалиций за Тотой и Паука. Здесь, правда, колосс появляется неожиданно. И Тоту забирает. И Паука тоже, я так полагаю, заберет. Хотя нет. Внезапно спиной поворачивается. Разворачивается. А, чтобы отойти от шаровой молнии и Тотой, которая дамажит сейчас будет своего же Паука. Смотрите. На здоровье у него резко будет сниматься от ударов. Нет. К итоге подходит колосс на сей раз. Колосс обайтит немножко сюда поближе. Хотя расстояние вроде есть. И уничтожает свои же ежиковые силы. Уничтожает свои же. Да, ежику надо было отступить. Правда, по колоссу сейчас вроде пара всполохов была таки. По морю, однако, верхние лютуют. И смотрите, эта атака таки захлебнулась. Непоправимого урона не было. Наоборот, бонус. Две эксперименталки на две эксперименталки разрешились следующим образом. У левых остался колосс. А также реклейм от всех трех. Реклейм от всех трех. Но царь. Вылетел царь. У правых полный контроль воздуха. Полный. Царь решает попробовать избавиться сейчас от моря. Но у моря тоже антиэйр-то есть. Смотрите, 30 тысяч щита. Уже 28. Уже 26. Быстро, быстро здоровье тратится у царя. Но он начинает делать киллсы. Посмотрим, что по флоту. Во-первых, он его отгонит. Истребители прикрывают царя. Но у того 30 тысяч щита уже нет. Осталось 34 тысячи здоровья и все. Он половину уже потерял. Уже потерял половину всей своей крепости этот царь. Но он отгоняет флот. Хотя флот остается. Т-2 танки остаются. Вы знаете, слушайте, я смотрю, что-то как-то не отогнано ничего. Не отогнано. Ну, восьминец уничтожен, да. Немного затонуло. Но не отогнано. Хотя продолжает терять здоровье. Было 40 тысяч здоровья, осталось 22. Не говоря уже про щит, в 30 тысяч оно потеряно. Это все антиэйр, наземные флаки продолжают. А так, уже 18 тысяч здоровья у этого царя. Смотрите, отогнав все-таки, флот немножечко отступает. Отходит подальше в тылы. Хорошо, он дает плацдарм для оранжевого и бирюзового. Все-таки отстроить флот заново. Еще раз. Но царь покоцанный довольно серьезно. Здесь уже идет контр-атака из этого колосса. 30 тысяч здоровья маловато. Беги или умри, говорит красный. Беги или умри. Он говорит это американцу. Да, американец не успеет построить мегалит. Он пытается его реклеймить. Ну, наверное, зря Хайвы реклеймит мегалита. Ты, блин, лучше взорви генераторы все и реклейми их, соответственно. Так, третья ядерка. 41 киллз уже от Ёжика. Ёджих. Француз Ёджих. Получается не Ёджих, а ведь Ёджих, потому что... Ну, ведь ударение-то, как правило. На последний слог у французов здесь верфи стоят. Хорошо. Верфи будут уничтожены, но смотря сколько. У синего главная верфь на Т2 здесь. Ох ты! Что это за торпедники? Почему торпедники Бирюзового прилетают прямо в самые тылы и уничтожаются здесь истребителями Т3? Да, истребителей Т3 не так много у верхних, чем у нижнего Ёжика, да. Но на своей территории-то они могут летать над своим небом. Спокойно уничтожают торпедники. На что он летел? На что? На какой-нибудь линкор? Я не вижу реклейма вообще от линкора. 393 реклейма всего сейчас здесь в кадре. Ни одна цель не была поражена. Верфи нет. Не знаю, зачем торпедники когда полетели. Так, внимание, вот он царь. Царь прилетел. Тот самый царь, который тогда флот. Сейчас на фронтальной позиции колоссы решил пока не трогать. Поуничтожал, немного здесь поужигал. Сейчас, когда колоссы он выжжет, получит ветеранство, наверное. Потому что очень много массы в этом колоссе. Да! Выжигает! Молодец! Очень хороший царь сейчас. Может даже продолжить, кстати, наступление. 30 тысяч у него. Получено есть ветеранство. Да, получена вторая лычка ветеранства. Чуть-чуть буста. И по здоровью, и вроде даже по урону немного. Но если по урону есть буст, то он небольшой. Ох ты! О! Закончился заряд, что ли? Он же не постоянно выжигает. Ему нужно чуть-чуть отдохнуть там царю, да? Так, что же он будет выжигать? Так, на артиллерию. Ставится отметка на артиллерию, что, дескать, молодой человек, пожалуйста, если будешь падать, упади на артиллерию. Царь зависает. Над артиллерией зря. Наверное, истребители серого ежика здесь летают. Наверное, зря. Потому что царь, понятно. Царь уже мертвец. Он сжег артиллерию и падает на Т3 завод. Да, самый главный завод, Т3, он забирает своим основам. Однако, 36 тысячи реклеймов он оставляет. Правые очень много ресурсов отдали левым. Без желания, так сказать. Но второй царь, второй царь продолжает атаку. Все-таки правые отбиваются по морю. Ну, левым сейчас, откровенно говоря, дорогие друзья, не позавидуешь. Левые, мне кажется, начинают проигрывать уже по полной. Фрегаты, хоть и слабые, но они дохильные. Никаких реперкуссий не будет. Никаких ответов. Почему? Потому что у верхних, вон у зеленого. Зеленый воздух занимается воздухом. Сколько истребителей? 15. У серого внизу, у ежика, царь. И сколько истребителей? 142. Нет, как никакого смысла что-то пытаться. Колосс думает засекьюрить вот этот остов. Они им нужны. Остовы верхним нужны. Нет, все, они должны быть сейчас, я думаю, в отцеплении, в блокаде, в кольце. Главное засекьюрить вот этого парня. Снайперы огрызаются, но отступают все-таки. Колосс непонятно тоже, зачем отступает. Непонятный какой-то контроль. О, а что ему отступает? Как он будет секьюрить этого колосса? Есть и царь по воздуху. А сейчас есть еще и третий царь, прилетит. Ой, не везет мегалиту. Он самый жирный юнит передвижной в игре. Самый жирный, но у него уже нет 30% здоровья. Вот просто нет, пока я это говорил. И уже нет, уже 40% здоровья. Что-то царю, походу, перезаряжаться-то не надо. Видимо, я обманул. Видимо, твист будет какой-то в конце. Просто мегалита теряет на ровном месте розовый. Это кто? Банано-смузи. О, господи, еще и охвастся. Но мне кажется, это уже лишнее. Царь, понятно, он уничтожает все, что под ним. Охвастся уничтожает не все, что под ней. А ей нужно сделать залп, а потом выходить на дугу, на разворот. То есть, ну, например, она закидывает снаряд сюда. Царь здесь уничтожил и отлетел в сторону. Охвастся закинул снаряд сюда и для виража вылетает на территорию оппонента. И уже делает вираж обратно и помирает. Причем у царя-то 70 тысяч объединенное здоровье. Да? Да. У охвастся же 52. Поменьше. Ну, ничего, вот налетает. Может быть, на командира, что ли? Я не знаю. Мне кажется, рискованный шаг. Да, конечно, правые побеждают. Охвастся уже желтое здоровье. Залп есть. На масс-экстрактор. Две штуки уничтожены. Очень сильный заряд. Очень сильный. Но! Два масс-экстрактора. Два. И все. Но зато 38 тысяч массы завезены. 38 тысяч! Ну, куда это годится? Это отвратительный мув. Был сейчас от оранжевого. Очень плохо. У них, походу, самое крутое, это вот ежих. Да. Оранжевый? Не-не-не. Бордова говорит, фокусируйся на Т1 артиллерии. Имеется в виду, что побольше строить, что ли? Не знаю. Здесь ребята контролируют. Главное, контролируют Остовы, Мегалита и Колосса. Левым отдавать нельзя. У левых и так много реклейма. Они ведь могут выйти в Т3 артиллерию. Выходят? Да, да. Вон она, Т3 артиллерия, обстраиваемая генераторами Т3. Он меня на стриме, кстати, спрашивает через донат, дорогие друзья. Через донат. Спасибо, кто спрашивает через донат. Тысячу рублей вроде было. Что, дескать, как обстраивать артиллерию вот эту Т3 большую, стационарную? Чем обстраивать лучше? Так вот, смотрите, во всех кастах всегда обстраивали именно Т3 генераторами. Не Т1, не Т2. Именно Т3 мегагенераторами. Куда он полетел? Куда Ёджик полетел? Куда? Теряет же он истребителей. Вон царь есть. Царь пока выжигает, но истребителей теряет. Я думаю, Ёджик потерял много. Так вот, видите, во всех играх всегда обстраивают именно Т3 генераторами. Смотрите, вот он сейчас достроится, образуется связь. Связь. Вот она сейчас образуется. А, ну потому что артиллерия недостроена, пока не образовалась Царь отступает Ладно, царь отступил пока что Вот она образовалась, видите, связь между генератором и Т-3 артиллерии Белый канатик энергетический И все это ускоряет перезарядку, именно перезарядку Т-3 артиллерии Верхние могут ей победить Могут Они не могут атаковать по земле, по воде, по воздуху Но по артиллерии могут И сейчас будут построены еще два генератора Типа такого, да, вот внизу и слева И, соответственно, вот эта перезарядка, видите, вот эта желтая Она будет быстрее идти Быстрее процентов на 40 в итоге После постройки всех Т-3 генераторов Можно построить, например, Т-1 генератор в 4 штуки вдоль краешка Да, да, иногда мы такое видели в кастах Но это когда нет места для Т-3 генератора, например Или нет ресурсов на такую большую постройку, как Т-3 электрогенератор А на Т-1 есть, а нужно построить быстро, быстро Как-то стреляет артиллерии Тогда, может быть, Т-1 построит, да Но Т-3 гораздо эффективнее Ну, колосс здесь выходит непонятно зачем Кстати, жалко, понерфили вот это притяжение У колосса притяжение было гораздо чаще и мощнее Сейчас же, вы видите Вот он одного притянул, и что? Где еще одно притяжение? Где? Ну, сейчас, вот, наконец-то пошло притяжение А, ты два шавоха, однако зато Молодец Но раньше как будто было быстрее Имеется в виду чаще притяжение Этот колосс, конечно же, тоже умирает Блин, ребят На самом деле игра очень крутая Непонятно до конца, кто же победит Кто же что? Ой, извините, а что-то Внизу, однако, тоже артиллерия Мы видим залпы Залпы производятся Еще одна ионская строится Я ашикать начал А, ну видите, серый неправильно строит У него нет электростанции Места под электростанцией Внизу, кстати, нет Видите, какой-то холмик Ой, попадание И уничтожена она была Щитов нет Электростанции нет Щит один Какой-то левый Все пробито Да, по артиллерии у верхних большой шанс есть Царь упал Еще один Еще один царь подарен Соответственно Верхним Массы сколько они уже зареклеймили? Верхний зареклеймили Получается суммарно 284 тысячи Нижний 230 То есть верхний получили Больше на 54 тысячи массы, чем нижний На 54 тысячи Много-много Учитывая то, что они как бы по морю Там много вот здесь оставили обломков И собирается все Оранжевый Не это Не спит Молодец Он собирает Все обломки Сигары появились Две штуки, да Ну сигары Эффективность их довольно сомнительна Так, подходит сюда Мегалит Засекьюрить Большой реклейм Этого колосса И этого мегалита Все тот же мегалит Здесь так и лежит Все тот же колосс Так и лежит А, ну в мегалите было Сколько там было? Типа 15 тысяч 20 тысяч реклейм Осталось только 1300 Вот сколько осталось Ну из него высасывают Постепенно Весь остов не надо высасывать Оно постепенно собирается Так, ну окей Что же нижний Еще Ахвасу Ну Ахваса показал Свою нежизнеспособность Здесь Масс экстракт Один забрал Да и все Так, все Так же он пытается Две артиллерии Но видите Он не будет обстраивать И генераторами Ёжик Спешит Он спешит Видимо немножечко Не то что заистерил Запсиховал Не знаю Чувствуется что победа близка Вот здесь, да Но пробивать не получается И он такой Блин Вроде же мы побеждали По всем фронтам По воздуху, да Когда особенно у него Мораль пошла Когда истребителей у него Гораздо больше У него и сейчас Гораздо больше истребителей Но что-то как-то Ничего не происходит Да Цари Почему-то здесь Вот над флотом Не летают Его отправляя На дно Пока что Непонятно Ага Вылетели куда-то Торпедники На что он рассчитывает Я не знаю Антиэр-то все-таки есть Там буквально Да Есть Т3 антиэр Две установки Всего две установки Да Но Когда эти торпедники Пойдут на вираже Они будут разваливаться Смотрите Некоторые из них уже Разваливаются А еще и крейсеры Два крейсера есть Да Торпедники будут разваливаться Куда они На линкор Вот Вот этот линкор Синий конечно Т3 юниты Пора будет А они на верфи На Т1 верфи Которые строятся Быстрые Которые дешевые Они уничтожили Т1 верфи 115 Фу Мерзко Очень плохие цели Очень бирюзовый Слил Он слил Торпедоносцев Плохо Плохо Здесь идет Атака от американца Совместно с ежиком Американец С 400 рейтинга Мегалита построил Это к тому Ребята Кто новичок Кто хочет в эту игру Начать играть Да что Я не умею Там у меня низкий рейтинг 100-200 Там 400 Ну вот 400 играет Его взяли сюда Ну не то что взяли Ну блин Он зашел в лоб Да и сидит там Ничего такого Вот играет Пожалуйста Мегалит построил Но судя по тому Как он блокпасты строил Все таки Ну не то что в первый раз играл Не то что в первый раз Эту игру видел Наверное видел ее В кастах где-то Каких-то возможно Ну естественно Зарубежных Не моих понятно Так У Таушала Ну у Таушала Слабенько Не-не-не Причем Мегалита Она не выдержит Мегалит даже не обращает Внимание Ползет вперед Как что-то из Вархаммера Уже такой Помпез Ооо Начался обстрел Жмых и все Сейчас смотрите У Таушала Пытались что-то Уничтожены моментально Даже не окупились Да не то что даже Все Уничтожены здесь Еще бы царя Конечно От серого Так извините Посмотрю Сколько транспортов Ему надо Интересно для чего Либо Вместо живого щита Ооо Скатис Вау Интересненько Так артиллерия Здесь построена Ни одного киллса Кстати Ни одного Еще бы царя Мне кажется цари Были довольно Интересным Здесь да Три царя И каждый из них Что-то интересное Да показывал Но возможно ему не понравилась Эффективность Ему все таки виднее Где здесь артиллерия была А вот она Ага вот она Тоже ноль киллсов Кстати И она не стреляет Он ее только сейчас отдал Видимо розовому что ли Она в дефолтное положение При отдаче Вернулась Вперед резко И опять видите Снова приподнимается Потому что стрелять Потому что стрелять-то Она должна Постоянно Эта артиллерия А почему сейчас Не стреляет Очень странно Простаивает Простаивает Главный козырь Верхних А именно Тяжелая артиллерия Дальнобойная Потому что на базе Они зашиты Их сейчас пытаются Всковырнуть Как старые прыщи Ну Смотрите Они ведь брызнут на вас И мегалиту Не поздоровится У него четверной ветеран 154 тысячи здоровья Сто регена Вы представляете Представляете Ну что это такое Это наглость уже какая-то Вот студиков Смотрите Как здоровье С них снимают Моментально Один уже все Помер Вздымаются клубы пыли Второй помирает Дорогие А это дорогие студенты Мегалит их просто Играючи забрал На расстоянии А сада уже удачная Сколько по земле Верхних Хотели забрать британцев А Сколько времени Хотели забрать Сколько раз И ничего не получалось Но сейчас С этим мегалитом Я думаю Что-то начнет получаться Толстяк там еще У Бирюзового Где-то был Я видел Я видел был У Бирюзового Где-то Толстяк Это в плане осады Это вот к осаде Да может он его разобрал Разобрал он его Может все-таки На реклейм Вот сюда бы еще Толстяк подошел К этому мегалиту Хотя ехать далеко Но если бы подошел То все Ну что артиллерия Начала стрелять Да-да-да Вот наконец-таки Пошли залпы Пошла заря Ого Очень красиво смотрится Ого Да Всполохи какие-то там Энергетические выстрелы Вот они друг друга Из космоса Кстати Вот эта ширина 10 километров То есть Они подлетают на высоту Примерно на глаз Так 7 7,5 километров Над уровнем моря Эти заряды летят Не пробивают Хотя как не пробивают Подождите Смотрите Поврежден грит Еще один заряд Попади сюда Сплэшем побьет Завод Да Щита нет Если что Здесь открытая полоса Ух ты Верхний Все-таки Начинают Постепенно Реализовывать Все-таки Ага Но мегалит Здесь еще один вышел Однако Здесь мегалит Может воспользоваться Мобильным щитом Да Двигается Двигается Ёжик бдит Молодец Просто Видите Войска-то здесь Принадлежат И американцу Ёжику Ёжик не отдает Он говорит Слушай Мегалит твой Мне бы отдал Американец У меня отдает Мегалита И этот Я думаю Проигрывает Управо Больше здоровья Все-таки Да За счет ветеранства Ой-ой-ой Истребители Подлетают И дохнут здесь Опасно Опасно Очень плохие Очень плохие Маневры здесь Тетри-бомберы Бирюзовый Посылает Двух Тетри-бомбер Ага Вот она Смотрите Как много Тетри-бомберов Здесь Может быть Будет какой-то Снайпаж Может даже Не командира А артиллерийской Установки У которой Три киллса Уже Три киллса Это неплохо Значит Все-таки Нижние Пробиваются Где-то Но пробиваются Смотрите Да Левый Мегалит Убит Но Управо Уже Сорок тысяч Здоровья Все равно Осталось Сорок тысяч Оу Это Т2 Артиллерия Уже сюда Кидает заряды Нужно что-то Решать Уводит Т2 Артиллерия Аж Три штуки Смотри Сейчас еще Заряд будет Запущен Ну что ты Медлишь Ну быстрее Целься Смотрим же Время Это не казен Ну вот Одна Выстрелила И что Залпы сделаны Сорок три тысячи Сто двадцать пять Регена У этого Мегалита Танки пошли в атаку Не-не-не Артиллерия Будет уничтожена Да И она уничтожена Ну по крайней мере Две штуки И две еще остались Сейчас будут уничтожены Побиты И избиты Где-то три бомберы Один остался Куда остальные делись Но по миникарте Было видно Значит соответственно Качество Так Справа Артиллерия Пытается пробить Здесь вот эта артиллерия Тридцать семь километров Уже у Кебранской Что они пробивают Что Сам островок Холмик Лендовый Пока не пробивают Здесь да Грид пробит Грид уничтожен Правые таки теряют Игра еще Все еще Ничейная Дорогие друзья Вот это мне нравится То что правые Вроде как бы побеждают По всем фронтам Побеждали По морю По ленду По воздуху Нет По артиллерии Однако начинают терять И по ленду то так и не пробили Обратите внимание Мегалит то поляжет Они не способны Все таки пробить Да Ценой и тот Но не смогли пробить Все равно Отступают Мегалит Таки Из серы Это все будет уничтожено Ух ты Илшаохи Сколько их здесь штук Ну штук Девять Снайперы Да Снайперы конечно мощь Это мощь Да Но этого не хватит Все таки пробития Не удалось Хорошо По морю Так же Сигары Придвигаются поближе Линкоры Все ближе Пушки Гигантских размеров Хтоническая битва Просто у нас сегодня На карте Парадайз Бэй Райский залив А Но только для наблюдателей Ребят Кому интересно Матчи такие посмотреть Для участников Я думаю Было довольно таки Извите Потно Потная катка Господи Ой Это даже немного К ринги Так далее Что у него там по ядеркам Помните ядерка у него была Уничтожена Пробита была Видимо артиллерией Ооо Да Генератор видите И артиллер Ядерка Ядерку он бы никогда Не стал сам разбирать Сам уничтожать Контролкейс жать Нет Всегда нужна ядерка По какой то позиционной Там Ну допустим Сюда пробить Да Царя потом Допустим Царем полетит Ну и че Пусть ядерки то будут Зачем разбирать то шахту Да Шахту не надо разбирать Тем временем По воздуху то По воздуху Преимущество то теряется У зеленого 165 истребителей У ежика Сколько 259 Да Но это уже не то Когда было 130 на 30 Другое Не в 4 раза Уже превосходство Разведчики полетели Разведчики сбиваются Но их много Они видят Они видят что здесь происходит Лазер отменяет Банана смузи Лазер делал Телепорт что ли Сколько артиллерии у него Кибранских Одна Одна Кибранская Одна Ионская Две пока что Им нужно мне кажется Наращивать это преимущественно По артиллериям Пока их все таки не вскрыли Потому что Вот смотрите Идет Т1 артиллерия И вот это уже может быть Ихевая смерть А не 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 Извините Ошибся Сразу нет Сразу нет У Таушалов Встанут сюда Сейчас даже 4 штуки Уничтожат все это А он Собирается построить Не 4 А 10 штук Плюс еще Пока они строятся Т2 штурмовики Ну понятно В общем то Все ясно Сейчас это будет Уничтожена артиллерия Они какие то Залпы понаделают Но Ясненько Однако по морю Также продолжается Осада Но вы знаете Довольно таки Вяло текущая Все таки Темп этой игры Несколько быстрее Как мне кажется Даже если он Уничтожит сейчас Все верфи И что дальше Что дальше Противостояние Здесь происходит В том смысле Что Выдержат ли Нижние Все удары Т3 артиллерии Вот ионская И вот уже Две кибранских Появляются Уже две И посмотрим Вот они Две стреляют Сейчас две Куда эти залпы Направляются Нужно проследить Вот кибранские Две поменьше Один побольше Ионский Синхронизирует Молодец В одну точку Стреляет Но они потому что Принадлежат Одному розовому Ему ионин Отдал Ох ты Так ядерка Была опущена Теперь сверху Ядерка опущена Сверху И он может быть Антинюк Это уничтожил здесь Смотрите Все пробито Все Скатис тем временем Почти готов Есть ли артиллерия Левых Леваков Ну левых Имеется в виду Там есть слева Британцев Кстати похоже Да Кстати британский полуостров Того же левее Франция А Франция Вот слева соответственно Правда между ними Перешейка лендового нет Так ну что По флоту думал Ударить ядеркой Не прошло Так вот Скатис 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 разложен Все Ооо Какие запахи Их ждут сейчас Ой ребята Слева Ком пишет Ком здесь Но они видят Что ком не здесь Они видят Скатис Они знают Что здесь скатис И вот сейчас Начнет свои запы Ну же Давай дорогой Че так долго то Господи Ооо Пошло Красивые Пурпурные Всполохи Ну в основном белые Но с пурпурной Окантовкой И каймой Вот это первый зап Ну правда Щитов много Хорошо Не пробьет Ему нужна помощь С другой артиллерии Но там справа Еще же Ионская Была артиллерия Какая-то По земле Пока что Отступают Толстяк Мегалит Паук Пока что Не атакуют Блин Истребитель на истребитель Так вот он Скатис упал Но по щитам В основном По щитам Чуть-чуть открытый Здесь вот например Есть генератор Да Генератор можно Учисовать Антинюка Здесь Но под щитами Более-менее Пока стоит Артиллерия Кибранская Стреляет Ионская Также Гоунг Стронг То есть Идет сильно Я не знаю Почему он отдал Часть истребителей Оранжевым Или это Оранжевых построил Что ли Воздуха Ну все По воздуху Мы вернулись К тому Положению Что было раньше У зеленого Истребителей Извините Тупо нет 7 штук Внизу Даже считать Ну как-то Наверное Даже неловко Ребят У них 508 Воздушного Лимита В целом Так Ядерка Отправлена На Скатис Что ли Возможно На Скатис Антинюки Наверное Здесь нет То есть Скатис Нас недолго Будет радовать 53 убийства 53 уже Еще 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 Скатиса Было попадание Пробиты Хайвы Ну имеется Ввиду Хайвы Уэф Блин Игра Все еще Ничейная 59 минут 50 секунд Игра Ничейная До сих пор Жалко Скатис Ой как Жалко За верхних Я думаю Им Не жалко Абсолютно Британцы Очень хорошо Вломили ядерку Прямо по основной базе И еще и со Скатис Очень хорошее пробитие Правда здесь вот эти вот Массовые поля Дорогие друзья Мощные Да 27 массы Приносят Правда фабрикаторы Отключены у него У Йоджика Йоджик вообще Хорошо понимает В игре Как я посмотрю Да Не зря У него 1600 рейтинг Но я имею ввиду По крайней мере Выделяется Когда мы смотрим Игры Где Знаете У всех по 2000 Там Такого выделения Прям нет Ну то есть Ну да Там играют Ребята все понимают А здесь Прям вот Видно что Конечно 1600 рейтинга По сравнению с остальными Он прям Блистает Ну и еще зеленый 1400 Но Слегка похуже А так то по рейтингу Здесь распределение Более менее есть Серый делает Т3 бомберы Которые летят Что соответственно Бомбить Да Понятно Так Толстяк Самоходная Большая Артиллерийская пушка Э Подожди А как Убила что ли Итоту А ну здесь Просто Конечно же Мегалит Правых Тоже по итоте Стрелял Плюс толстяк Ага Разменялись они Мегалит На итоту Джи-Джи Говорит Розовый Подождите Розовый Розовый С нижней команды Уже Признает Что Джи-Джи Однако Мне кажется Он поспешил О господи У оранжевого Еще и Йолона Ост Строится Ребята Снизу Сверху Знают Да Знают Еще и Йолона То есть Нижний построили Скатис Они построили Йолон Не построили Но построят Я не знаю Почему Розовый Ну 400 рейтинга Понятно Немножечко Испугался Американец Бывает Еще и Летит Целая Дивизия Блин Твою же Эту самую дивизию Т-3 бомберов Зря Мне кажется Рановато Он написал Ох ты И они прям Попадают И они прям Останавливаются Лети Бомби О май Га Йоджик И он кстати Он Он синего Мог бы пробить Если бы он не встал Там на месте Они бы летели Бомбы скидывали Они может быть Пробили бы Америку Бомбардировщиками Но он встал Как будто бы Как будто что Коррупция какая-то Я не знаю что Почему Но все равно Можно его понять База его пробивается Артиллерией Очень тяжело Ему сейчас возможно Он отвлекся На это Ему нужно во всех местах Быть одновременно Один заряд Его попадает Второй попадает На Ёжика Самого сильного Игрока вообще В этой битве Выносит артиллерию Верхний сделали Ставку Но Т-3 артиллерии Единственную Возможную для них Ставку И она срабатывает И ядерка На Елону что ли Ни одного заряда Елона не выпустила Ядерка Подождите Может не убьет еще Убивает Елона Ост Кто не знает Это скорострельная Ядерная шахта Она выкидывает Ядерные заряды Буквально Раз в минуту И чтобы сбить Такой заряд Нужна не одна Антинюка А две Антинюки И урон у нее Там типа не 30 тысяч А там 130 Очень сильная штука Ну поэтому Она супер Мега дорога Если она построена Это как бы все Это считается Ну все И она была построена Но Не защищена Саму постройку Там можно убить Можно Ладно Хорошо У нижних Однако еще остаются Проспекты в этой игре Какие-то перспективы Например По морю Вон сколько Ракет С эсминцев Летит Сколько И попадают ПРО То нет В массовом Массовом состоянии Нет ПРО Бордовы не строят Обычно Вот эти штуки Должны быть Антиэйр Да Столько же ПРО Установок И все эти ракеты Будут сбиты Все На самом деле Это возможно Сбить такое количество Ракет Но ракеты Не сбиваются Верхние В осаде Сейчас То есть Они побеждали Они буквально Сейчас побеждали Со своей артиллерией И просто С моря С моря Осада приходит И уничтожает их Ракетами Причем Не артиллерийским Выстрелом Да Артиллерию я вижу Тоже летит С Т-3 линкоров Во Вот попадает Но ракеты Уж ПРО Там можно было построить Тогда щиты бы выдержали И остановили натиск Т-3 линкоров Вот этой артиллерии Видите Да Они и так останавливают Щиты держат О господи Как-то плоховато Мне кажется Нет Ситуация Не очень хороша Сейчас для нижних И для верхних Кстати тоже Блин Я это начал говорить Сообщая про верхних Доквити У нижних тоже Ну смотрите Артиллерия уничтожена Вот эта кибранская Скорострельная Ионская тоже А А ну да Да Я же только что Показывал ракеты Этих эсминцев И я еще сетовал Что здесь ПРО Нет Они тем временем И попали По артиллерии У верхних Козыря Нет Они потеряли его Ну хотя ядерка есть Подождите Ну вот ядерный заряд На розового американца Он ни в чем не бывало Строит здесь блокпост Массфабрикатор Побольше бы массы Говорит Да я на эту массу Себе построю Еще юнитов А что такого Все норм Ну хорошо Ядерная ракета В него судя по всему Попадает У него антинюка есть Она недостроена Заряд в него попадает Вот он сверху Соответственно Да Убис Всевозможно Будет что-то писать В чате Потому что Ну Я так полагаю Такая традиция Когда ты помираешь Все-таки нужно Что-то написать В чате Ну вот Джи Джи он уже писал Может быть Поэтому мы от него Ничего не услышим Лазер и телепорт Делают банана Смузи Ага Вот они втроем Они все втроем Стоят в одной В одной позе Так сказать Да я думаю Что верхние Верхние скорее всего Проиграют здесь Почему Потому что Это осада Но чересчур Остается только заводы Сейчас здесь делать Где инженеры Ни одного инженера Пока нет И чем дольше Медлят нижние По инженерам Так отметка ставится На командира что ли На этого А чем убивать его На телепорт может быть Да не Не знаю Так вот Чем дольше нижние Медлят Тем больше времени У верхних все-таки На Какое-то противостояние Но я думаю Что все Вот Вы знаете Я думал Что будет что угодно Цари были Помните еще цари были Но именно то что Извините То что Все таки Осада с моря Зарешает Это я вот Не предугадал И она Она то их И побеждает Верхних Именно осада с моря Т3 бомберы Были вообще Бездарно слиты Откровенно говоря Что там по телепорту У них шансон есть Им нужно уничтожить Двоих А именно Вот этого парня Обведенного Под водой И вот этого Над водой То есть Низара Наверное Он сможет уничтожить Да Низара Уничтожит Даже наверное Нужно стрелять По генератору Чтоб тот сплэшем Надамажил Низара Надамажил Этот генератор Ты убиваешь его Убиваешь его И все Низар Взрывается Хорошо Низар взорвется И то то есть Но что делать Со вторым парнем А ну смотрите Тонинус У него 700 рейтинга В одиночку Возможно Он уже не сможет Так хорошо действовать Студики уничтожаются Асана продолжается Я вам дорогие друзья Напоминаю Ничего не закончилось Еще Бирюзовый 700 рейтинга О А вон Вон какой радиус У ракет Все это Все это Постепенно Будет уничтожено Причем Верхние Не озаботились До сих пор Сделать ПРО Где ПРО Ракеты летят ПРО Где Он антиэйр строит Он ошибся что ли Вы знаете У меня такое ощущение Что двое Из них И бордовый зеленый Они ошиблись Кнопками Они не строят ПРО Они строят Блин антиэйр Когда на них прилетает Именно ракеты Если ты построишь Ну штук 6 ПРО А они еще Можут построить быстро Всех этих ракет Можно было бы Избежать В тем временем Телепорт Ну прям Прям в генератор Он телепортируется Он хочет сдохнуть Да Сплэша от этих генераторов Да Потому что он автоматически Будет стрелять По этим генераторам Как по вражеским целям И он прям среди них Смотрите Вот он сейчас Убьет этого парня Этого парня убьет И смотрите А нет Не с генераторов Он помирает Его с моря гасят С моря уничтожают Банану Окей Потому что Т3 линкор Довольно быстро Его контратаковал Так все Снизу отдано Бирюзовому Все очереди Строительства Соответственно Отменены Ему нужно перезаказывать Ну хорошо Банан разменялся Остался один Бирюзовый Внизу Идет колосс Да Они от ракеты Не могут отбиться От колосса До мегалитов Они не отобьются Вы знаете почему? Потому что флот Убьет этого мегалита До того Как тот против колосса Будет сражаться Еще и толстяк Толстяк выходит Так Верхним Остается Только чизить Как-то им нужно О Артиллерия Прям по ядерке Ну почти По счетам О Много студиков здесь С ресурсами Много ресурсов Да Ну смотрите У верхних 675 У нижних 1200 В два раза больше Окей Колосс выходит Где инженер Я не понимаю До сих пор Ага Вот Но он их не двигает Ему бирюзовому Нужно задвигать Возможно Оранжевый этим занимался Да Они шевелились Как бы Сюда шли Вот эти студики Под водой Я так Я так предполагаю Но Не дошли И типа Приказы отменились Колосс Общаку Здесь пытается отбиться Хватит Я думаю Ему хватит сил И толстяка уничтожить И потом Все вот это Добить Да Хватает Походу У колосса Так-то Хотя Что-то Может быть Не достанет Нет То достает То не достает Т2 артиллерия Достает А остальную Мелочь Можно забрать Хорошо Они отбиваются Но им Оставить чуть-чуть Им нужно убить Бирюзового Бирюзовый Находится под водой Его никак не уничтожить Кроме как Делать торпедник Или Т3 Т3 командира Высылать с телепортом Уэфовского Вот этого Чтобы он строил Т2 торпедники Ну то есть Ты телепортируешься Т3 командира Строишь Тут же рядом Торпедные аппараты Массово строишь Т1 даже Т1 И они убьют Они убьют Тони Нуса кстати У него 15 тысяч здоровья всего Так еще одна ядерка Колосс подходит Уже на них Все Не я думаю Верхний ребят Все Не верхний все Ну все ребят Все колосс До них дошел Я даже блин пропустил Сие события Они уж точно Так Зеленого походу Сейчас убьют Да Колосс начинает Прожигать там Щиты в нем И прочее Оооо Его самого Больше нет Где они сами Вот отходит А это студент В общем колосс Все таки Забороли Построили У Тауша парочку Но я не думаю Что уж У Таушал И чем то Ну вот они отступали Почему тот зеленый Не отступал Да Непонятно Почему они не использовали Оверчарджи Кстати втроем Они могли бы Колосса убить втроем Если бы сделали По два Оверчарджа Каждый Они бы убили колосса Он покажет Там Мы же смотрели С вами только что Он очень долго Прожигал щиты Правильно Правильно Поэтому Ну да Так продолжаем смотреть Очень интересно Хотя как тем Закончится Господи Верхний в целом То проиграли Дорогие друзья Вы такие Ты наверное Сказал Чтобы нарастить интриги А в конце будет разворот Но кто мои касты Смотрит давно Знает Что я не люблю Когда касты Становятся предсказуемыми Ну то есть Когда типа Да в конце разворот Там и прочее Они могут и проиграть Сейчас Кто касты смотрит Знает Что да Да Сейчас еще Может видео пройти Там еще минут 15 Или 10 20 Они могут просто проиграть Медленно Их могут душить Душить Бирюзовый 700 рейтинга Может их Поддушивать Постепенно Да А под артиллерию Правда Подставился Что еще есть У нижних Может царей Вот кстати царей Бы сейчас Как раз Да Мне кажется Буквально Одного царя Уронить На командира На два На двух даже Командиров У них ничего Нет Вы только посмотрите На самом деле У них нет Ничего Извините Им нужно уходить В телепорты Есть регент Ему нужно Ган сделать Вот кстати Американец Камрад Пишет Британцу ТПМ В АМУ Он говорит Ты можешь сделать Супер пушку И телепорт Есть телепорт У Серафим Есть мощный Телепорт Ну как Обычный телепорт Но с мощной пушкой Эта пушка может уничтожить Да Уничтожить Березова Проблема Они что не знают Что Березовы под водой Они Они могут не знать Но куда телепортироваться Если командир под водой Где разведка Как они будут разведывать В слепую Но у них последний шанс В слепую Вот это номер будет Да дорогие друзья Вот этот номер будет Если он В слепую телепортится И в этот момент Березовый Выйдет К нему Ну так совпадет Да Вон наконец Заводы пошли Артиллерия Т1 пошла О И все И типа умрет Об него Если Березовый Случайно подставится Тогда верхние победят Так верхние проигрывают Их удерживают От проигрыша Только лишь Вот эта вот горка Ну типа география Да Зря говорит Верхний Прогуливал я географию А может и не зря Ему она помогает Вот это все Без щита Наконец-то появилась Т3 артиллерии Еще одна Вот бьет по ядерке Ядерка кстати Неплохой ресурс Да Медленно строится Ресурсов у верхних Не хватает Хотя Оу Оу Подождите 905 900 качают Неплохо Даже если за счет реклейма Это очень и очень неплохо Телепорт готов Скорострельность И дальность стрельбы Есть Остался гансплэш Осталась минута До апгрейда Гансплэша Очень хорошо Мне нравится Окей Посмотрим Но что Березовый Березовый вышел Он специально вышел Подставится О ставится Видите отметка Здесь уже ком Они видят Есть разведка Они ставят Раньше Раньше От этой отметки Ком стоял здесь Теперь она стоит здесь Он может убить его И смотрите Синий выживет Даже если Бордовый с Березовым Разменяется У Березового Нет щита У Уэфовского Нет щита Он лалково Не построил Сиперсональный щит Хотя бы Первый уровень Апгрейд Который делают Просто все То есть Как Как это Вообще возможно Сейчас на него Телепортируется Но смотрите Он телепортируется Не за щитом То есть он убьет Его Сейчас А синий-то в живых Останется Внизу-то один парень Остался А синий-то в живых Останется Он появляется Начинает стрелять Есть урон На Тонинусе На Тонинусе Но недостаточный Урон На Тонинусе Тут просто Гигантский Его расстреляли Моментально Какие-то студики Что ли Его просто Убили Моментально Вот Блин Говорит Вамер Не очень И вот он сейчас Щит апгрейдит Вот он сейчас Щит апгрейдит Да И что Хорошо Что будет делать Еще телепорт Еще один телепорт Пока щит Щит он не проапгрейдил Еще А что за телепорт Студента А зачем А зачем Просто студик Телепортится Он же его не сможет добить А может быть он думает Что там мало здоровья осталось Что он Что он типа остался Еле-еле в живых Вполне может быть Вот так вот Студик появляется Подожди Включаем слово Разобраться в ситуации Т-3 бомберы Полетели Автоматически На студента Они полетели На студика Они кидают бомбы Они кидают бомбы По студенту Студент телепортнулся Бомберы взлетели Видите они садятся Все Угрозы нет Они взлетели На автомате Что ли Бомбу кинули По студенту Рядом За своим командиром И командир Сдох И верхние победили Ну что же Дорогие друзья Надеюсь вам Этот реплей понравился Желаю вам Всего хорошего Здоровья Добра Любви И процветания Спасибо за внимание До свидания